В середине прошлого века, в разгар холодной войны и гонки вооружений между США и ССР, обе сверхдержавы провели уникальные эксперименты, первые в истории человечества космические ядерные взрывы. Эти события вызвали ряд невиданных ранее уникальных и необычных явлений, создавая невероятные зрелища, которые невозможно описать простыми словами. Но какова была цель этих экспериментов и как они проводились? 21 августа 1957 года с космодрома Байконур был произведен успешный запуск первой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ее дальность полета составляла 8000 километров. Это событие впервые ознаменовало появление у СССР ракеты, способной доставить ядерную боеголовку на территорию США. До этого советские бомбардировщики не могли выполнять такие задачи из-за своей ограниченной дальности. Но даже если бы такая доставка была возможна, бомбардировщики не смогли бы преодолеть современные системы ПВО. Стоимость ракеты в 1 миллион долларов за запуск означала наступление новой эры межконтинентальных баллистических ракет. Ракета не могла быть эффективно перехвачена имеющимися системами противоракетной обороны, и защиты от нее не существовало. Было также известно, что если боеголовка не достигнет цели и по каким-то причинам взорвется в аэносфере, последствия будут не менее серьезными. Такой взрыв вызовет мощный электромагнитный импульс, который теоретически выведет из строя радиосвязь и радарные станции практически на всей территории США, оставив их без защиты перед дальнейшими авиационными и ракетными атаками. Пентагон совместно с Комиссией по атомной энергии предложили идею проведения испытаний для оценки уязвимости защитных систем в случае детонации вражеской боеголовки в верхних слоях атмосферы, а также для разработки средств защиты от такой ракеты в случае реального нападения. Весной и летом 1958 года в Тихом океане на Маршаловых островах были проведены испытания «семерки». Менее чем через год, под кодовым названием «Операция Алтек» США провели крупнейшую на тот момент серию испытаний, состоявшую из 35 ядерных взрывов. Крупнейшая серия испытаний проводилась в то же время, когда действовал двусторонний мораторий на ядерные испытания. В операции приняли участие 19 тысяч человек. Новейшее ядерное оружие испытывалось в самых разных условиях и средах, но только три испытания были проведены на большой высоте. Эти высотные космические испытания стали первой в истории возможностью изучить воздействие электромагнитного импульса от взрыва на инфраструктуру и радиоэлектронной системы. Практически в последний момент подготовки к испытаниям было установлено, что вспышки взрыва во время испытаний ТИК и Оранж вызовут неминуемые ожоги сетчатки глаз у жителей и населения Маршаловых островов в радиусе 640 километров. Поэтому было решено перенести эти два испытания на остров Джонстон, расположенный в 850 километров от ближайшего населенного пункта. Первый эксперимент, получивший кодовое название ЮКО, представлял собой маломасштабный испытательный взрыв, необходимый для сбора и получения экспериментальной информации, необходимой для более мощного высотного взрыва. Кроме того, существовали опасения, что мощный взрыв на такой высоте может пробить озоновый слой. В полдень 28 апреля 1958 года, примерно в 160 километрах к северо-востоку от Атолла Бикини, во время полного штиля с палубы авианосца, боксер, аэростатом заполненным гелием, на высоту 26 километров была поднята ядерная бомба. Подъем до точки взрыва занял примерно три часа. К заряду с помощью троса на расстоянии 900 метров друг от друга были подвешены пять измерительных контейнеров с датчиками давления, проникающие радиацией и светового импульса. Информация передавалась по телеметрии. Дополнительную информацию собирал экспериментальный самолет, пролетавший на высоте 12 километров недалеко от района взрыва. Устройство было подорвано по радиосигналу и при энерговыделении 1,7 килотонны образовалась кратковременная вспышка, а затем трообразные формы огненного шара в виде бублика, что являлось характерным и непримечательным явлением для взрыва в такой мощности на такой высоте. Ударная волна, напоминающая грозовой разряд, достигла авианосца примерно через три минуты. Из-за сбоя в работе радиопередатчика, измерительная аппаратура в контейнерах не запустилась в назначенное время и получить важную информацию из них не удалось. Самолетами-лабораториями при помощи кино и фотоаппаратуры удалось получить информацию о начальных фазах роста огненного шара и светового импульса. Но из-за недостатка информации были признаны испытания ТИК и Оранж частично неудачными. Опасения по поводу разрушения озонового слоя при такой мощности оказались напрасными. Испытания ТИК и Оранж были проведены в районе военной базы на Талле-Джонстон. На этот раз на высоту термоядерный заряд мощностью 3,8 мегатонны был доставлен не реостатом, а ракетой малой дальности «Редстоун». За день до испытания с острова в целях безопасности были эвакуированы около 700 человек, оставив только оперативный персонал, который должен был управлять приборами и запускать ракеты. Перед испытанием управления гражданской авиации предупредила авиакомпания, что коммерческие самолеты, пролетающие в радиусе 760 километров от полигона, будут подвергаться риску, поскольку яркие вспышки могут вызвать слепоту и радиационное поражение от нейтронного и гамма-излучения. К ракете-носителю было прикреплено 4 измерительных контейнера, которые отстреливались поочередно через определенное время. Ракета была запущена около 12 часов 1 августа 1958 года, и после полета, в течение примерно трех минут достижения высоты 76 километров, произошел высотный взрыв, получивший кодовое название «ТИК». Взрыв должен был произойти в 10 километров к югу от атолла, но из-за отклонения траектории полета ракеты он произошел прямо над островом. На короткий миг он была ярче солнца, и яркий свет озарил горизонт, продолжаясь более получаса. Почти не затронутая земной атмосферой, бесформенное облако взрыва, состоящее из ионизированного газа и компонентов ракеты, распространялось со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Этот «ТИК» не был похож ни на один предыдущий ядерный взрыв, будь то в атмосфере или на большой высоте. Эти снимки были сделаны очевидцами на Гавайях с расстояния 1300 километров. По соображениям секретности, жителям не сообщили о характере испытаний и аномальном явлении. Они, конечно же, не знали, что красное зарево, окружающее огненный шар, вызвано прохождением как анальгетических частиц, электронов и продуктов деления через атмосферные газы, с последующим возбуждением их молекул. Эти возбужденные частицы излучают энергию в видимом спектре, в данном случае красного цвета. Огненный шар всего за 10 миллисекунд достиг 16 километров в диаметре. Огненный шар достиг диаметра 16 километров всего за 10 миллисекунд. Диаметр инфракрасной сферы увеличился до 64 километра всего за одну секунду и через несколько минут поглотил собой весь горизонт. «ТИК» переливался почти всеми цветами радуги и породил мощную электромагнитную бурю, а также полярное сияние в южных широтах, вызванное взрывом электромагнитного импульса. Радиосвязь моментально прекратилась на большей части территории Тихого океана, даже в некоторых районах Австралии в расстоянии 6000 километров, радиосвязи не было в течение 9 часов, а в Новой Зеландии в течение 6 часов. Непосредственного влияния на людей электромагнитный импульс не оказывает, но люди могут получить поражение электрическим током, проходящим по электронике, в непосредственной близости. После взрыва ТИК, несмотря на то, что были предприняты меры по защите зрения персонала и всем были выданы черные защитные очки, не было учтено воздействие интенсивности ультрафиолетового излучения и у многих служащих впоследствии возникли солнечные ожоги кожи. Через 30 минут после взрыва персонал был направлен для сбора измерительных контейнеров. При их транспортировке использовались толстые рукавицы, чтобы предотвратить радиоактивное поражение кожи от бета-излучения, вызванного наведенной радиоактивностью. Испытание «Оранж» состоялось 12 августа 1958 года. Заряд аналогичной мощности, как и при предыдущем испытании, был доставлен такой же ракетой. Взрыв произошел в 40 километрах к югу от острова на высоте 43 километра, как и планировалось. И хотя его также было видно за 1000 километров, из себя он уже не представлял такого грандиозного зрелища и не произвел такого сильного нарушения связи. Свечение облака продолжалось всего в течение 5 минут. Огненный шар двигался медленнее, чем в предыдущем испытании. Через 10 миллисекунд его диаметр достиг всего 2,5 километров в диаметре. Скорость распространения инфракрасного излучения была такая же, как и у Тика – 60 километров в секунду. Оба взрыва образовали слабую акустическую ударную волну, которая на поверхности Земли напоминала грозовой разряд. Отбор данных был удачным для обоих взрывов, и испытания были признаны удачными. Одновременно с высотными взрывами операции «Хертер» в другой части земного шара в Атлантике была проведена похожая операция с кодовым названием «Аргус». Она проводилась для изучения возможностей уничтожения вражеских главных частей с помощью релятивистских электронов. Масштабы операции весьма огромны. Через несколько лет после этих событий, в 1962 году, во время Карибского кризиса и обострения отношений между США и СССР, была проведена следующая серия высотных испытаний в рамках операции «Фишбо» как часть операции «Доминик». Она проводилась для дополнительного сбора информации, так как предыдущие серии «Хард ТАК» и «Аргус» породили множество новых физических явлений и соответственно ряд вопросов, на которые не было ответов. К тому же, до этого момента времени так и не было точно установлено, зависит ли эффективность электромагнитного импульса от высоты взрыва и его мощности. Во время испытаний на обширной территории было задействовано значительное количество наблюдательных и измерительных станций. Также, как и во время предыдущей серии испытаний, взрывы проводились в районе острова Джонстон с использованием как ракет-носителей, так и измерительных ракет малого радиуса действия для сбора информации в атмосфере. В различных частях Тихого океана присутствовали советские шпионские корабли, собирающие ценную информацию. Первый запуск, состоявшийся 2 июня 1962 года, был испорчен из-за потери радаром расчетной траектории, поэтому ракета была уничтожена по сигналу самоуничтожения. В последующих пусках также произошли аварии, приводящие к взрывам ракеты либо в воздухе, пролетев небольшое расстояние, либо прямо на стартовом столе. Обломки и радиоактивное вещество разлеталось по всей округе, что привело к радиоактивному загрязнению атолла. Только 9 июля 1962 года, после трех неудачных попыток, был успешно осуществлен космический взрыв с кодовым именем «Старфиш Прайм». Боеголовка мощностью 1,4 мегатонны взорвалась на высоте 400 километров, делая этот взрыв самым высоким из всех. Во время этой операции были также проведены и другие высотные космические взрывы менее мощные, но не менее эффективные, каждый в своем роде, однако «Старфиш Прайм» вызвал наиболее сильный электромагнитный импульс. Более высокая интенсивность, чем изначально предсказывалась, привела к выводу из строя измерительные аппаратуры и потери ценной научной информации. На расстоянии 1300 километров на Гавайях наблюдались потрясающие картины зарева, переливающегося всеми цветами радуги. Электромагнитный импульс привел к выходу из строя уличного освещения на многих улицах и повреждению телефонных кабельных линий. Огромная территория южной части Тихого океана была освещена северным сиянием, а радиосвязь пропала на несколько часов. Во время одного из взрывов, двое служащих полигона, игнорируя приказы, не надели черные защитные очки, что почти полностью лишило их зрения. Вспышка повредила сетчатку их глаз еще до срабатывания механизма мигания и затемнила. Частичное восстановление зрения наступило лишь после нескольких месяцев лечения. Было установлено, что северное сияние возникает в противоположных концах линии магнитного поля, то есть если взрыв произойдет в северной части Земли, полярное сияние возникнет как на севере, так и на юге. Во время испытаний на острове Джонстон полярное сияние наблюдалось в южной части линии магнитного поля в районе архипелага Самоа. При взрыве Старфшпрайм образовался искусственный радиационный пояс, который много месяцев дрейфовал вокруг Земли и вывел из строя целый ряд спутников после того, как они прошли через него. Повреждения получили даже британский спутник Иреал и советский Космос-5. По некоторым данным, этот пояс просуществовал в течение пяти лет. Еще один дополнительный взрыв мощностью в одну мегатонну был отменен из-за выхода из строя спутников. Примерно в это же время свои высотные космические ядерные взрывы провел Советский Союз в рамках операции, по части которой еще многое засекречено. И если в прошлом существовала практика проведения ядерных испытаний в открытом космосе, то сейчас действует мораторий. Однако в некоторых случаях могут происходить взрывы космических объектов, таких как спутники, ракетные части или космические аппараты, в результате аварийных ситуаций или намеренного уничтожения. Если в космосе находятся объекты, содержащие ядерные материалы, например, радиоизотопные источники энергии, и они подвергаются разрушению, это может привести к ядерным взрывам. Оба этих вида событий представляют серьезную угрозу для космической среды и международной безопасности, и многие усилия направлены на предотвращение подобных ситуаций и урегулирование связанных с ними проблем.